Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Любовь Киреева и это программа «Управдом». Мы встречаемся с вами на телеканале «Белгород-24» каждый третий вторник месяца, чтобы вместе разобрать интересующие вас вопросы. Напомню, направлять их вы нам можете на электронный адрес и его увидите на экране или, заполняя простую форму, на портале Белновости. Там есть специальная страница нашего проекта. Также мы комментируем наиболее интересные вопросы, поступающие от вас на портал «Активный горожанин». А начнем мы нашу программу с вопроса Дмитрия, проживающего по улице Победы. Начался топительный сезон. До этого замерзали, теперь открываем окна настиж. Почему подача тепла не регулируется и кто должен это делать, спрашивает Дмитрий. Уважаемый Дмитрий и дорогие телезрители, напомню вам, что топительный сезон начинается, когда на улице среднесуточная температура в течение пяти дней составляет 8 и ниже градусов Цельсия. У нас в этом году в городе Белгороде отопительный сезон начался чуть раньше. По вашим многочисленным обращениям, просьбам и действительно была холодная погода, он начался 3 октября. Всего в городе Белгороде 1780 многоквартирных домов, из них 1334 подключено к центральному отоплению, 15 домов с крышными котельными и все остальные это индивидуальное отопление. Конечно, Дмитрий, я понимаю вас, сегодня погода плюсовая, она не соответствует вообще температурному режиму, при котором запускается запуск тепла. Но хочу вам сказать, что ресурсоснабжающая организация отпускает сегодня теплоноситель на своих самых минимальных ресурсах. Ниже этого порога опускаться нельзя, тогда будет остановка. Конечно, управляющие компании должны регулировать систему отопления внутренних инженерных сетей, которые находятся в МКД. Запорные арматуры, задвижками на в атомных узлах, вентилями, которые находятся по стоякам. Но вы должны понимать, что запуск тепла только начался. Идет регулировка системы отопления. Давление низкое. Температура соответствует сегодня температурному режиму на самом низком параметре. Поэтому, если где-то управляющие компании начинают придавливать задвижку на подаче в атомном узле, клокнут стояки обратного теплоснабжения. Поэтому, особенно в домах, где кольцевые стояки, они могут просто останавливаться. Но если у вас действительно жарко, вы можете подать заявочку управляющей компанию. И, конечно, к вам придет следствия сантехник проверить температурный режим на элеваторном узле, посмотреть по стоякам. И, конечно, он может регулировать систему отопления. Вы не правы. Система отопления регулируется. Она всегда регулируется. Но сегодня, вы видите, вот плюсовая температура на улице. Вообще отопления не должно быть. Ну, раз начался топительный сезон, его уже нельзя прекращать. Вопрос от жителей дома номер 13 по улице Шаландина. В первом подъезде дома номер 13 по улице Шаландина уже три месяца не работает мусоропровод. Более месяца снесена входная металлическая дверь. 21 сентября мы обратились в район номер 9. Никакого ответа до сих пор. Подскажите, что делать, чтобы наказать компанию? Уважаемые зрители, конечно, я вам напомню, если ваша управляющая компания не реагирует на ваши заявки, вам, конечно, нужно всегда обратиться в управление государственного жилищного надзора. Но в данном случае, справедливости ради, на вашем доме сегодня идет комплексное благоустройство дворовой территории. Управляющая компания провела с вами собрание, объяснила вам, рассказала, и вы пошли навстречу, понимая, что некоторые неудобства вам, конечно, придется потерпеть. Но подрядная организация немного задержалась с ремонтными работами по причине отсутствия материала. В настоящий момент я была сама на этом доме вместе с вашим директором, с Лили Иваны Рыжковой, встретились, пообщались. Входная дверь у вас уже навешана, потому что прокладывали тротуарную плиточку, рядом с вашим подъездом стоял контейнер, также сегодня положена тротуарная плитка и мусорокамеры. Поэтому я уверена, что в дальнейшем управляющая компания создаст вам комфортные условия проживания, и вы вместе с управляющей компанией будете в дальнейшем эксплуатировать, содержать и, конечно, обихаживать вашу дворовую территорию. Пишет нам Анна Евгеньевна. Несколько дней назад была у сестры в доме номер 42 по улице 5 августа. В этом году у них был сделан капитальный ремонт. Молодцы! Все понравилось. А уже определен список домов, которые будут ремонтировать в следующем году. Есть ли в нем дом номер 5 по улице Некрасова? Уважаемая Анна Евгеньевна, у нас есть, конечно, областная региональная адресная программа, где и ваш, конечно, дом там обязательно входит в адресную программу. Но есть краткосрочная программа городская, которая предусматривает ремонт домов капитальным ремонтом на следующие три года. К сожалению, в этой программе вашего дома нет, но он есть чуть попозже в программе. Вы всегда можете зайти на официальный сайт Фонда содействия реформирования ЖКХ или на официальный сайт администрации города Белгорода в раздел Департамент городского хозяйства и посмотреть, когда ваш дом планируется на капитальный ремонт. Но также вам напомню и всем телезрителям, если в ваших домах есть конструктивные элементы, которые требуют незамедлительного капитального ремонта, вы можете по 318 постановлению правительства Белгородской области обратиться в межведомственную комиссию, которая обследует ваш дом и поставит его на ремонт в ближайшее время только по отдельным конструктивным элементам. То ли это кровля, фасад или инженерные сети, у вас есть такая возможность. Но тот дом ваш, который стоял в программе, на который вот не волнуйтесь, не беспокойтесь, он обязательно в том году и будет отремонтирован. Сергея Михайловича интересует следующий вопрос. С 10.08.2017 года вступил в законную силу федеральный закон номер 258 о внесении изменений в статьи 154 и 156 ЖК РФ и статьи 12 Федерального закона. Однако, на территории Белгорода данные изменения не выполняются. Должен быть расчет оплаты коммунальных ресурсов по общедомовым счетчикам, а управляющие компании по-прежнему принимают расчет оплаты коммунальных ресурсов по объему на один метр квадратный. Вопрос. Куда обращаться за защитой жилищных прав? Уважаемый Сергей Михайлович, напомню вам, за защитой жилищных прав вы всегда можете обратиться в управление Государственного жилищного надзора. Но что касается данного закона 258, да, он действительно принят. Но если вы его внимательно читали, в законе написано, правительству Российской Федерации определить порядок расчета. В настоящий момент этот порядок разрабатывается и до настоящего времени еще не принят. Он будет принят в ближайшее время. Вот как он будет принят, мы обязательно до вас его доведем и Белгород, как и весь наш регион, перейдет работать, конечно же, по закону. А сегодня у собственников есть возможность оплачивать общедомовые нужды по трем вариантам. Первый, это по нормативу. Норматив разработан и утвержден Департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Он минимизирован. На каждый дом практически утвержден норматив. Посчитаны все нагрузки, все мощности, поэтому лучше всего, конечно, пользоваться по нормативу. Но вы можете провести общее собрание собственников МКД и принять решение оплачивать ОДН по среднемесячным показаниям. Это берется год, например, 2016 год, все 12 месяцев. Делится на 12 месяцев. Получается среднемесячное показание ОДН и в течение, например, 2017 года вы можете платить вот эту одну сумму, которая получилась среднемесячная. Есть третий вариант. По фактическому потреблению. То, что потребили, то и заплатили. Поэтому выбор сегодня есть, а по закону мы всегда работаем. И 258-й федеральный закон будем выполнять обязательно, когда будет утвержден порядок расчета. Вопрос Петра Димченко. Смотрел сюжет о выставке-параде коммунальной техники в Центральном парке. А кто оценивает готовность городских служб к зимнему сезону? Парад парадом, а начнется снег и опять в дворы не въедешь. Существует ли какой-то сторонний контроль? Уважаемый Петр, дорогие телезрители, вы прекрасно знаете, что ежегодно в осенне-летний период все управляющие компании, все службы, которые отвечают за уборку города, готовятся к эксплуатации в зимний период. Конечно, кроме Департамента городского хозяйства, который отвечает за готовность к зиме, у нас осуществляет контроль, общественный контроль комиссии при Департаменте городского хозяйства, куда входят округа восточный и западный, куда входят представители Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и представители Народного фронта. Ежегодно все управляющие компании, все службы проверяются на аварийный запас, на готовность техники, на запасные части, которые могут выходить из строя, и на орудия, например, снеговые лопаты в достаточном количестве, которых надо будет чистить снег, но также соляно-песчаной смеси. Поэтому эти вопросы не только контролируются Департаментом городского хозяйства, но и общественностью. В настоящий момент вы можете, активисты города Белгорода, у вас есть советы домов, актив, вы можете с вашей управляющей компанией посмотреть, проверить, как готова ваша управляющая компания к зиме, сколько они заготовили резервных снеговых лопат. Вот, например, как в этом году были обильные снегопады, когда, спасибо большое горожанам, все выходили, все службы города выходили на расчистку снега. Поэтому я думаю, что это вопрос очень серьезный, и наши управляющие компании, наши службы, Белгород благоустройство, то же самое, подготовились к зиме и еще продолжают готовиться к зиме. А общественные организации, конечно же, вместе с Департаментом проверят их готовность. Анна Михайловна спрашивает, будут ли в этом году организованы семинары «Управдом». У нас есть вопросы, на таких семинарах даются лучшие разъяснения. Уважаемая Анна Михайловна, это уже система, мы уже третий год подряд будем проводить с вами семинары по месту жительства на всех 27 советах территории. Эти семинары начнутся с ноября месяца. Будет опубликован график проведения семинаров по каждому округу, который будет размещен на официальном сайте администрации города Белгорода и Департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. Ждем вас на наши семинары. Будем вместе с вами разбирать сложные вопросы и получать ответы. Уважаемые телезрители, надеюсь, наша программа оказалась для вас полезной. Следующая встреча на телеканале «Белгород-24» в 3-й вторник, 21-го ноября. Если у вас есть вопросы, направляйте их нам на электронный адрес, его увидите на экране или оставляйте в специальном разделе на сайте Белновости. Печатную версию нашей программы читайте в еженедельнике «Наш Белгород». Это была программа «Управдом». Я, Любовь Киреева, благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова